При обстреле в Херсонской области погиб полковник, начальник бронетанковой службы ВДВ России. Что произошло, расскажу в ближайшие полчаса. Российские обстрелы, которые произошли накануне, Россия обстреляла Украину как минимум пятеро погибших и 45 пострадавших. Большое количество прилетов по гражданской инфраструктуре. Ну а сербские наемники наконец-то вкусили жизни в российской армии. Оказавшись там, они к удивлению обнаружили, что процветает дедовщина, нет обмундирования и, мягко скажем, отношение к ним там весьма специфичное. Теперь, собственно, они просят перевести хотя бы в какую-либо другую часть и боятся преследования со стороны российских командиров и со стороны российской полиции. Ну а теперь давайте переходить к новостям минувших суток. Начнем с обстрела, о котором мы начинали говорить во вчерашней сводке с Русланом Левиевым, но он тогда только происходил. Собственно, это очередной массированный удар России по территории Украины. Ночью и утром 8 января российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив различные типы ракет, в том числе ракеты «Кинжал». Об этом сообщили воздушные силы ВСУ. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. С сообщением украинских СМИ изрывы звучали в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области. Одна из ракет прилетела в торговый центр, а точнее в магазин «Ашан». Вы видите это перед собой на экранах. Что известно на данный момент о последствиях массированного удара. Днепропетровская область. По Кривому Рогу нанесли 9 ракетных ударов. Один человек погиб, трое ранены. Повреждены более 200 многоквартирных домов, 20 частных домов, 3 школы, 2 больницы и торговый центр. В Новомосковске есть попадание пожилым домам. Пострадали 24 человека, из них пятеро детей. То есть, как вы видите, большое количество прилетов именно в гражданские объекты. Вообще, все вот эти массированные удары со стороны России последних недель, они характеризуются тем, что очень сложно вообще найти какую-нибудь верифицированную информацию об успешных прилетах. Они, безусловно, есть. То есть, поражены действительно какие-то заводы, какие-то предприятия, но непонятно в каком объеме и насколько сильно. Ну, потому что одна ракета, например, не уничтожает полностью какой-либо завод. Она может вывести из строя отдельный цех, ну, в общем, зависит от того, куда именно и как попадет. Но, собственно, информация, которая позволила бы предположить о том, что удары успешные, такой информации на данный момент не очень много. Однако вот как раз много информации о прилетах как раз по жилым домам, по торговым центрам, по объектам гражданской инфраструктуры. В этот раз украинские силы сбили гораздо меньше ракет, поэтому отбрехиваться в нынешний момент, что это все работа украинского ПВО, практически для России невозможно. Впрочем, кто продолжает верить сказкам Министерства обороны Российской Федерации в 2024 году, тем, что называется, уже и не надо объяснять, да, потому что Российское Министерство обороны – это люди, которые непрофессионально врут. Непрофессионально, значит, у них очень плохо получается. Я напомню, что все удары по территории России, все удары по оккупированным территориям, всегда все ракеты сбиваются, что не мешает российским кораблям тонуть, что не мешает, собственно, российским военным умирать и военным частям нести большие потери. Поэтому Министерство обороны России – это просто лжецы. Как и операция «Возмездие». Например, моя любимая, я всегда ее провожу, потому что это прям, ну, образец лжи, когда они сказали, что уничтожили две казармы с боевиками, как они говорили в СУ, а по факту попали около гаража, а у здания, которое они заклеймили целью, только стекла выбили и все. Но отчитали, что уничтожено 700 украинских военных. 700! Я до сих пор поверить не могу, что какие-то люди вот всерьез воспринимают слова Министерства обороны России, да, потому что, ну, это просто же, ну, ложь какая-то концентрированная. В любом случае, что точно не ложь, это большое количество прилетов по гражданским объектам, большое количество пострадавших и погибших. Это все преступления, которые в ежедневном режиме продолжает совершать российская сторона. И что-то я не вижу, да, такого же желания у Филиппа Киркорова или других русскоязычных деятелей, значит, передавать средства или собирать средства на помощь людям из Днепропетровской области, Запорожской области, Хмельницкой области, Харьковской области, Одесской области, Киеву, в конце концов. Да, вот как-то Белгород их впечатляет, а города Украины не впечатляют. Ну, там хуже люди, видимо, живут, да. Видимо, даже те, кто на словах против войны, видимо, даже те, кто делает вид, что эта война как-то очень сильно их тревожит или как-то они сопереживают людям Украины, ну, видимо, у них вот есть какая-то градация на сорта людей, да. Нет, я не в том смысле, что Белгороду не надо помогать, что мирным гражданам Белгорода, пострадавшим от неизбирательных обстрелов, им надо помогать. Надо, конечно. Смерть фашистов всегда праздник, а смерть или, собственно, травмы мирного человека всегда трагедии. Конечно, им надо помогать. Конечно, им надо помогать, их поддерживать. Хотя вроде как Россия как бы имеет еще ресурсы, чтобы их поддерживать. И даже там местные власти говорят, что все нормально, не надо ничего, у нас всего хватает. Тем не менее, есть, очевидно, какой-то большой гэп, большая разница в подходах людей. Вот как-то все-таки удары по российским городам, которые появились спустя два года после того, как Россия в пыль стирает украинские, как-то больше их трогают, больше вызывают у них некоторое такое желание повыть и поговорить про то, как ужасна, не знаю, украинская власть или украинские обстрелы. Но мы отвлеклись. Давайте продолжим, чтобы вы понимали разницу, где вот ужасные обстрелы, это вот когда по Белгороду стреляют, по городу, из которого летят ракеты, значит, и где на самом деле обычная война, которая не стоит внимания неискушенного зрителя. Запорожская область. По городу Запорожье нанесли пять ударов. Взрывы произошли рядом с жилыми домами. По оперативным данным, пострадали пять человек. Мельницкая область. Силы ПВО сбили две ракеты. Под удар попали объекты инфраструктуры, погибли два человека. Харьковская область. В Змееве из-за обстрела погибла 63-летняя женщина. Также пострадали два человека. Один человек получил легкие ранения в Харькове. Одесская область. На открытой территории Одесского района упали обломки сбитого дрона. Возник пожар. Разрушений пострадавших нет. В воздушных силах ВСУ сообщили подробности о массированном ударе российском. По данным украинских военных, войска России использовали при атаке крылатые, авиационные, баллистические, зенитноуправляемые ракеты и ударные дроны. То есть, опять же, почти весь арсенал, но, правда, по количеству их было меньше, чем в предыдущих массированных обстрелах. Есть впечатление, что у России сократилась возможность применения. Сейчас дальше мы обсудим еще одну важную деталь, которая объяснит, почему сбитий было меньше, чем обычно со стороны Украины, почему вообще выбирались такие специфичные цели. Всего, по информации ВСУ, российские силы использовали 59 средств воздушного нападения. 8 ударных дронов типа Шахет-136-131, 7 зенитных управляемых ракет, запущенных из комплексов С-300 и С-400, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал», 24 крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-55, 8 крылатых ракет Х-22, 6 баллистических ракет, запущенных из комплекса «Искандер-М», 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П, а также, собственно, силы обороны Украины отчитались о том, что ПВО уничтожили все 8 ударных дронов, а также 18 из 24 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55. Собственно, «Кинжалы» поражены не были, «Искандеры», которые, собственно, и есть «Кинжалы», но еще там, ну, «Кинжалы» такие, модернизированные «Искандеры», если хотите, значит, они поражены не были. В воздушных силах отметили, что некоторые российские ракеты, которые не удалось сбить, не достигли своих целей. Теперь давайте разбираться, потому что я видел много уже такой невероятной аналитики. Кстати, разочаровался в некоторых Z-каналах. Мне казалось, что некоторые из них, как бы, ну, больше обладают специфическими знаниями. Оказалось, что, очевидно, нет. Ну, вот, например, тот же «Файтер-бомбер», которого мы много раз упоминали, который позиционирует себя как канал, посвященный авиации, военной авиации, об абсолютной глупости пишет. Ну, то есть, про то, что, значит, что Украина закончилась ракета, противовоздушная оборона и все такое, ну, конечно же, нет. Здесь очень понятная ситуация. Если вы посмотрите на предыдущие массированные удары, особенно те, где были сбиты 10 ракет «Кинжал», это были удары по Киеву и по другим городам Украины, которые сильно оснащены противовоздушной обороной. То есть, где как раз стоят эти комплексы «Патриот», те самые «Патриоты», которые могут сбивать, например, «Кинжал». К сожалению, кроме «Патриот», «Кинжал» ничего сбивать не может. Вообще, когда «Кинжал» разрабатывали, планировали, что вообще ничего его сбивать не сможет, но оказалось, что «Патриоты» его довольно обыденно сбивают, иногда и все прилетающие. Нынешняя атака, которая случилась, была как раз по тем областям Украины, где средства ПВО сосредоточены не в таком количестве и не такого качества. Почему вообще там средства ПВО сосредоточены не так, как в остальных городах Украины, ну, как в тех городах Украины, где они сосредоточены? Все довольно просто. Есть ограниченное количество, собственно, средств ПВО «Патриот». есть ограниченное количество не только «Патриоты», есть много других, там «Насом», «СамТем», много чего еще, но в любом случае их не бесконечное количество. Поэтому, конечно, Украина приоритизирует, где и что охранять. Поэтому все важные производства, все важные склады с боеприпасами, все важные командные пункты, они расположены как раз в зонах, которые защищены противовоздушными куполами. То есть, с одной стороны, можно сказать, что вот, смотрите, России удалось ударить по тем местам, где нет защиты ПВО. Но почему там нет защиты ПВО в таком объеме? Ровно потому, что там нет объектов, которые, собственно, представляют высокий военный интерес. Поэтому этот удар массированный, он скорее странный. Ну, потому что Россия позиционирует, как вот последние массированные обстрелы, как способ уничтожения украинского ВПК. То есть, военно-промышленный комплекс, оборонных заводов и прочего. Собственно, да, они пытались по Львовскому, по-моему, танковому заводу ударить еще куда-то. В любом случае, собственно, вот в тех областях, куда они ударили, не очень понятно, какие там заводы, какие там производства могут быть. Особенно, ну, в каком-нибудь Харькове, да. Город, который сколько там километров до Белгорода? 20-12, не помню. Что-то плюс-минус. Ну, в общем, докуда достреливает артиллерия, которая расположена в Белгородской области? Представить, что там будет какое-то военное производство, решительно, невозможно, какие-то склады? Наверное, да. Хотя, опять же, проблематично, но тем не менее. Однако мы не видим никакой вторичной детонации, мы не видим никаких больших взрывов, мы не видим никаких столков дыма. А если в прошлые разы, когда Россия наносила массированные удары, мы хотя бы видели какие-то, ну, фото и видео того, что где-то действительно взрыв какой-то большой, то здесь мы видим только кучу разрушенных зданий гражданской инфраструктуры, от которых не образуется большого гриба из-за того, что, значит, там нет каких-то, я не знаю, пороха или еще чего-нибудь, да, или там, собственно, нет горючего какого-то, или еще вот каких-то вещей, которые представляют военную ценность, да. Поэтому Россия продолжает свою тактику, во-первых, террора, то есть запугивания украинского населения, во-вторых, попытку измотать украинские противовоздушные системы, да, то есть разрядить их, выявить их и нанести, соответственно, потом удары. Ну и третье, не менее важное для российских военных, это отчитаться наверх, да, ведь не важно, что именно вы уничтожили. Вот, например, они попали в торговый центр в Ашан, в магазин Ашан, мы с вами это видели. Что они сразу начали говорить? Начали они говорить, что это случайно, что это отклонение, что не хотели, нет. Они сказали, там был цех по сбору бестолотников. Можем ли мы это проверить? Ну, то есть мы видим фото, мы видим видео, да, мы видим какие-то, вот, значит, разрушения, видим ли мы там детонацию какую-то, да, или там беспилотники, не начиненные еще взрывчаткой, или что, или есть какие-то эти разведданные. Ну, предоставьте эти разведданные. Скажите, то есть если вы пытаетесь обосновывать свои удары, да, то есть с одной стороны можно просто бить и ничего не говорить. Говорит, мы ударили, мы ударили, наше дело, все. Куда захотели, туда и ударили, идите в жопу. Эта позиция, соответственно, понятная, но если вы пытаетесь обосновывать и говорить, нет, на самом деле, вот этот дом, в который мы попали, вот эта гостиница, в которую мы попали, там наемники, и вот мы только по военным объектам бьем. Тогда время доказательства на вас. Вы должны доказать. А то будет, ну, а то как вот с той гостиницы, да, куда попали, сказали, там вообще убитые генералы НАТО. А оказывается, что там просто были западные журналисты, и все, и никаких там не было военных вообще, ни натовских, ни украинских, никаких. Да, это просто очередное вранье. Поэтому мы вот видим, что на самом деле этот массированный обстрел, он опять же имеет такую же военную ценность, как и многие другие действия российской стороны, то есть около нулевой. Естественно, там есть несколько каналов, моих любимых, там вообще вот один из них, это образ будущего. Они после каждого обстрела такое выдумывают. Ну, то есть там уже по их вот подсчетам и в НАТО генералов не осталось, потому что они все были уничтожены в бункерах в Украине. И, значит, все ракеты уничтожили, и все самолеты уничтожили, и Староконстантинов они хоронили. Говорят, что там все с землей сравняли, хотя после этого оттуда Су-24М вылетали и БДК Новочеркасск утопили. Опять же, помните, да, я напомню, Министерство обороны до сих пор говорит, что БДК Новочеркасск, оно было повреждено, а не уничтожено. Более того, они говорят, что еще и два самолета были сбиты украинских при этом всем. Ну, то есть просто беззастенчивое вранье. Но как бы ни выглядело нелепо и смешно, я бы даже сказал, это постоянное вранье с российской страны, не надо забывать, что речь идет о реальных ракетах, о реальных городах, которые обстреливаются в очередной раз, где страдают мирные граждане, где страдают и военные, их тоже жалко. Мне, по крайней мере, хотя про пострадавших военных мы пока не видим, уточнение, ну, наверное, куда-то в какую-то цель-то они должны были попасть за эти три обстрела, да, или сколько уже обстрелов, я сбился со счета. Второго января был большой обстрел, вот сейчас это третий, и, соответственно, был первый обстрел в этой всей череде, да, после которого последовал Белгород, это было в конце уходящего года. Но вот за три обстрела, за израсходование, там, больше, получается, суммарно уже под 600, да, всяких единиц летной техники они израсходовали, считая дроны и ракеты. Ну, должны ли они были в каких-то военных попасть, да, ну, не могут же они быть настолько неэффективными. В любом случае, и мирные граждане Украины, и военные граждане Украины, это все жертвы российской агрессии. Это Россия пришла на территорию Украины, это Россия убивает там людей, это Россия оккупирует страну, это Россия осуществляет террор, делает это уже два года. И до многих, к сожалению, это все еще не дошло. И ладно, не дошло для части россиян, это, как бы, оно и понятно. Уже, мне кажется, многие иллюзии по поводу того, что как-то очень эмпатичные граждане России, очень как-то они вот всему этому сопереживают, они как-то улетучились уже давно, хотя, безусловно, такие есть, да, есть те, кто после этих обстрелов несет цветы к памятнику Лесе Украинке, и, собственно, есть те, кто помогают Украине, словом, делом, достойнейшие люди, но какого-то массового, да, протеста массового какого-то попытки противостоять этому мы, конечно, не видим, хотя есть и отдельные случаи, например, в Нижнем Тагиле, но об этом мы поговорим чуть позже. Что касается сбитий этих ракет, то спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат дал подробное, собственно, описание, почему так происходит, как это работает. Он сказал следующее. Большое количество баллистических ракет выпустил враг. Это и кинжалы, и ракеты, которые заходят на цель по баллистической траектории, например, Х-22. Шесть Искандеров, С-300, С-400, это все летит по баллистической траектории. Надо понимать, что такие цели можно забивать только средствами, которые могут это делать, в частности, системами Патриот. Поэтому такой результат сегодня. Многие уже говорят, не слишком большой процент сбития. Процент остается таким, как и был, в частности, по ракетам Х-101, которых сейчас уничтожено 18 из 24, сказал Игнат. То есть история, опять же, что Россия просто ударила по другим областям. И с военной точки зрения ее удары гораздо менее опасны были, чем те, что были предыдущие. Потому что они били как раз, условно, в Киеве сосредоточено большое количество командных штабов, производства и всего прочего. В Харькове их быть не может априори. Ну, вот производства, например, масштабных или касающихся современной техники. Потому что, опять же, город, который легкая мишень. И в этом контексте, да, сбиты было меньше, но, соответственно, и ударов по объектам, которые несут военную ценность, было меньше. Или, значит, не было вообще, не знаю, на данный момент не подтверждено ничего. Опять же, что не снижает ужас от происходящего, потому что все-таки эти прилеты прилетают по гражданским объектам, по школам, по больницам, по детским садам, по торговым центрам. И это все Россия продолжает делать. Более того, засветился реактивный шахет. По крайней мере, об этом пишут. Уже рассказывали про его появление в ноябре. Собственно, это новая версия шахета с реактивным двигателем. Он может идти со скоростью более 500 км в час. Пишут, что шахет долетел до середины страны, но, тем не менее, он был сбит. А так и сбивать их гораздо труднее. Пока информации мало, есть вот эти фотографии его обломков, но, думаю, завтра с Русланом Левиевым подробнее обсудим. Он тему дронов очень любит. Ну и традиционно, уже, как ни странно, в новом году новая традиция у российской страны это бомбить свои же, занятые собой же территории. В этот раз, правда, не Воронеж, в этот раз удар пришелся по оккупированной России территории, по самопровозглашенной ЛНР. С российского самолета упала авиабомба на город-рубежное в самопровозглашенной ЛНР. Как сообщил Леонид Пасечник, назначенный России главой ЛНР, сход авиационного боеприпаса ФАП-250 произошел, когда самолет ВКС России выполнял боевые задачи. По словам Пасечника, никто не пострадал. Жители ближайших домов эвакуировали. В пункте временного размещения находится 5 человек, включая двоих детей. Специалисты собираются обезвредить боеприпас. В свою очередь начальник военной администрации Луганской области, то есть это не со стороны российской оккупации, да, со стороны Украины, Артем Лосогор утверждает, что при сходе авиабомбы в рубежном есть пострадавшие. Власти самопровозглашенной ЛНР говорили, что в результате случившегося никто не пострадал. Однако он заявил, что российская авиабомба ФАП-250, о сходе которой говорил Пасечник, попала в жилой квартал рубежного, разрушив многоэтажные дома. Глава ОВА добавил, что из-за многочисленных свидетелей события не удалось скрыть. Пострадавших госпитализирует менее тяжелых, переводят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается, заявил Лосогор. Насколько это правда, пока установить невозможно. Ждем подтверждений. Тем не менее, опять же, если действительно пострадали мирные люди и в большом количестве, то это очередная большая трагедия, созданная руками России. Но надо сказать, что уже довольно частыми становятся эти явления. Сходы боеприпасов. Собственно, чем больше вылетов, тем больше сходов боеприпасов. Это понятно. Более того, судя по всему, качество обслуживания, качество ремонтных работ, качество производства падает. И, соответственно, падают и бомбы на территорию оккупированной России или на саму российскую территорию, как это было под Воронежем несколько дней назад. Теперь перенесемся на херсонское направление, где происходят довольно интересные события. Телеграм-канал Досье Шпиона, о котором я уже несколько раз рассказывал, сообщает вот какую информацию, по которой мы наконец-то сможем проверить, можно ли этому каналу, что называется, ну если не доверять, то брать его информацию в расчет. Хотя мы уже несколько раз проверяли, и оказывалось, что действительно соответствуют реальности. Но вот здесь громкое, что называется, эксклюзивное заявление, которое можно будет проверить, потому что появятся либо некрологи, либо похороны. В общем, что-то будет. В общем, что произошло по описанию, которое приводится в этом Телеграм-канале. Что в январе 2024 года в Херсонской области погиб начальник бронетанковой службы воздушно-десантных войск России полковник Аспанов Арман Телегенович, плиткий товарищ командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Что в январе полковник Аспанов прибыл с проверкой в расположение воссозданной 104-й десантно-штурмовой дивизии. Дивизия восстановлена 1-го 12-го 2023-го на базе 31-й ОДШБР близ населенного пункта казачьего лагеря Херсонской области. По приезду Аспанов застал следующую ситуацию. Группа военнослужащих, собственно, на Бреме выбыли на проведение эвакуационных работ БТР-82А, который застрял в районе населенного пункта казачьего лагеря. В ходе проведения работы у Брем оборвались буксировочные троса, о чем было доложено командованию. Полковник Аспанов проявил инициативу и решил лично доставить запасные троса для эвакуации бронетранспортера. Погрузившись в УАЗ, группа во главе с Аспановым отправилась на место эвакуации. Далее, после прибытия полковника к БТР и начала установки буксировочных тросов, эвакуационная группа попала под артиллерийский обстрел ВСУ. Вследствие нанесенных ударов начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Аспанов Арман Талегенович и командир эвакуационного отделения одного из подразделений 104 ДШД сержант Краснов Александр Анатольевич погибли на месте. Также ранения получили рядовые Евстигнеев и Эйснер. Опять же, ну, если это полковник действительно командующий, то должны быть и перестановки, и некролог, и прочее. Но тоже вот характерное описание, из которого вообще можно чуть больше понять про то, что происходит на левом берегу. Вообще, говоря о левом берегу, надо понимать, что плацдарм Украины на левом берегу, да, вот, крынки и так далее, это возможность в дальнейшем активизировать какое-то наступление в сторону Крыма. То есть, как раз с этого плацдарма можно будет это наступление расширять. Но, что для этого нужно, чтобы этот плацдарм действительно там закрепился? Для этого нужно отодвинуть российскую артиллерию и поставить украинское ПВО так, чтобы российские самолеты не могли наносить удары авиабомбами. Для чего это нужно? Для того, чтобы навести понтонные переправы и для того, чтобы по ним могла переходить военная техника. Потому что без военной техники вести какое-либо наступление будет проблематично. Продвинулись ли ВСУ на этом направлении за минувшие несколько месяцев, в котором эта операция идет? Нет. Серьезного продвижения нет. Крынки остаются единственной точкой. Собственно, российская артиллерия все еще продолжает настреливать. Российские самолеты продолжают летать и сбрасывать бомбы. Однако, и Россия не смогла выбить Украину с этого плацдарма. При этом определенные успехи в достижении тех целей, о которых я обозначил, есть. Ну, например, российские самолеты стали там летать гораздо реже после того, как ВСУ устроили воздушную, как это называется, воздушную засаду для трех российских Су-34 и сбили их, предположительно, с помощью комплекса Патриот. Также российская артиллерия была немножко отодвинута, потому что украинские дроноводы прекрасно поражают различные объекты, которые находятся в их зоне видимости. Дроноводы расположены на правом берегу, и оттуда запускают свои дроны. Более того, украинская артиллерия ведет контрбатарейный огонь с правого берега. По итогу, собственно, в этих самых крынках пока складывается ситуация, безусловно, более негативная для России, чем для Украины, потому что Россия несет там большие потери. По технике потерь в пять раз больше. Мы подробно об этом рассказывали вчера. Собственно, в пять раз больше Россия теряет техники на этом направлении, нежели Украина. При этом большие потери есть и Украины, безусловно, в том числе в живом составе, о чем без конца пишут западные медиа, значит, беря интервью у солдат, которые участвуют в этой операции. Почему брать интервью у солдат, участвующих в этой операции, плохая идея, на мой взгляд? Не потому, что я хочу что-то скрыть. Потому что солдат, который всегда находится в зоне интенсивных, боевых действий, особенно таких сложных, у него всегда будет все плохо и правильно, потому что это и есть плохо. Война это и есть плохо. Война это кровь, война это пот, война это грязь. Он не видит ни общей картины, ни частной картины. Солдат видит просто свои бесконечные страдания, которые действительно есть. Это героический человек и он абсолютно правильно все эти солдаты все рассказывает о тех проблемах, которые существуют. Однако, для того, чтобы сделать качественный журналистский материал и вообще любое исследование, ты должен понимать твои ограничения как исследователя. И ты должен понимать, что та картинка, которую тебе дают, это лишь часть общей мозаики, потому что ты говоришь с человеком, который провел просто несколько дней, а то и недель в аду. И, естественно, для того, чтобы делать эти материалы балансированными, можно брать либо какие-то инсайды от российских военных, либо хотя бы почитать потери, есть эта зафиксированная техника, либо, как сделало издание Times, поговорить с другими участниками этой операции. Издание Times поговорило с дроноводами как раз, которые говорят, жесть, как мы громим россиян прямо там. Ну, потому что сами дроноводы находятся в тяжелых условиях, но, безусловно, не так, как пехотинцы, и погибают гораздо меньше. Кстати, я вот думаю, эту статью Times перевести и просто обозначить, сделать по ней видео, потому что очевидно, что дроны изменили войну, и в этой статье Times очень хорошо видно, как именно дроны эту войну изменили. Более того, поскольку я жестко хейтил Times, когда они писали про Энергодар, а в итоге оказалось, что Энергодар действительно были планы по попытке высадки там, то как бы перед Times я извиняюсь, и, соответственно, их материалы воспринимают теперь более, более, что называется, с открытым заправом. Вот. В любом случае мы видим, что крымки остаются такой проблемной для России зоной, как и весь левый берег, ну вот в той части, где идут боевые действия, и вот как раз в этом описании этой истории видно, что застревает российская техника, что потом застревает следующее, что все это наблюдается дроноводами, то есть они все видят, и когда видят, кто-то куда-то подъехал, начинаются обстрелы, собственно в рамках этого обстрела погибает высокопоставленный достаточно представитель ВДВ. Но есть еще истории про не совсем российских солдат. Ну, как вы знаете, Сербия, она, значит, в таких довольно специфичных отношениях с Россией. Есть некоторое количество и сербов, и людей в сербском руководстве, которые, значит, очень любят Россию, обниматься с Путиным и прочее. При этом есть и наоборот, история того, что Сербия продавала снаряды Украине. В любом случае, есть история, связанная вот с какой-то тесной коммуникацией страны, Россия довольно активно вербует сербов на войну. Ну, то есть в свои войска. Об этом рассказывали раньше довольно активно. Но теперь, во-первых, появилось стопроцентное подтверждение этого, а во-вторых, появился рассказ о том, что с этими самыми сербами происходит. Поэтому, если вы собираетесь в российскую армию, если вы, в принципе, собираетесь в российскую армию, как контрактника, по мобилизации, или вас уговаривают на срочной службе, то знайте, что вам будет тяжело. Но, если вы из другой страны, если вы наемник из другой страны, которых сейчас Россия активно вербует по всему миру, то послушайте, что вас ждет. Это ОПГ. Именно так Диан Берич характеризует то расположение, в котором он оказался. Тех военных, с которыми он оказался плечом к плечу. Известный сербский наемник, который недавно стал доверенным лицом Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, и который занимается вербовкой сербов в российскую армию, пожаловался на командование 119-го парашютно-десантного полка, куда этих наемников определили служить. Видеообращение, которое Берич выложил на своей странице в сети ВКонтакте, еще не заблокировано пока, сказано, что отношение к сербам в полку изначально было очень плохим. Командиры полка называли их цыганами и не понимали, зачем они приехали в Россию для участия в боевых действиях против Украины. Как пишет Берич, командиры полка ничем не обеспечили сербских наемников, ну, почувствуйте себя в роли российского мобилизованного. Так что получением машин, квадрокоптеров, берцев и даже обеспечением военных водой приходилось заниматься самому сербу вместе с Народным фронтом. Он продолжает, что перед Новым годом командование 119-го полка приказало сербским наемникам идти штурмовать украинские позиции, выдав им на руки по 2-3 рожка и заявив, другое оружие захватите в бою. Мне нравится, что вот этот вот Диан Перич думает, что это как-то вот к ним особое отношение. Нет, это по всем российским войскам так. То есть мы видим регулярное сообщение о том, что нихрена нет, ничего не дают, приказ самоубийственный, гоняют на штурмы. Но, значит, здесь как-то это все еще и с оскорблениями. Сербы отказались идти на штурм в таких условиях. Заявили, что больше не будут служить в этой части, рассказал Берич и попросили перевести их в другое подразделение. Однако командиры полка вместо этого объявили сербов дезертирами и военными преступниками. Их выгнали из землянки, несколько дней держали на морозе, а затем представители военной полиции предложили им подписать бумаги с признанием себя шпионами. Сегодня утром к ним приехала военная полиция. Зашла в землянку, стреляли в воздух, прикладами избивали бойцов, некоторым разбили головы, рассказал Берич о последних новостях жизни сербских наемников в российской армии. По его словам, он обращался в военную прокуратуру и администрацию главы Чечни, чтобы сербов перевели в отряд Ахмат к Аптиалу Динову. Но руководство 119 полка заявил Берич. Командование 119 полка это ОПГ, сказал он. Ожидаю, что после этого меня посадят за дискредитацию армии, сказал также Берич. Помимо своего обращения, он также опубликовал обращения самих сербских добровольцев, которых они просят перевести их в другое подразделение. Ну, про эту историю подробно мы с вами, наверное, поговорим чуть позже, но, опять же, характерная деталь, характерная история, в которой видно отношение и к солдатам в принципе, и конкретно вот к сербским наемникам. Надо отдать должное к ним нет особого пиетета, то есть относятся к ним так же, как и к российским военнослужащим. Ни хрена не дают, везде посылают и выгоняют их на мороз. Это, знаете, мне кажется, это важное свидетельство, потому что люди уже привыкли. Ну, то есть, вот люди уже настолько привыкли за эти два года, что стало лень разбираться. Вот теперь Путин говорит, все хорошо, все наладилось, ему вторят западные медиа, да, говорят, все так хорошо, все так замечательно в российской армии. Ну, то есть, натурально все забывают проверять информацию, следить за чем-то, что происходит. Кремль не взяли за три дня? Да-да, я не оговорился. Кремль не взяли за три дня? Ну, все, значит, у Кремля все хорошо. Понимаете, вот эта вот история с качелями и завышенными ожиданиями, она бьет туда-сюда постоянно. Сначала с ней столкнулся Кремль, когда они собирались захватить Украину за три дня. За три дня они захватили, и все. И, значит, после того, как героически Украина отбивалась, героически, без преувеличения, битва за Киев и все последующее, после этого все подумали, что в 2023-м все, Путину завтра лопатку в жопу засунут, как, значит, Каддафи, и замечательно все будет. Нет, это война, это долгая война с серьезным противником. Российская армия здоровая, у российской армии, в смысле, большая, у российской армии есть технические средства, есть авиация, есть ракеты, но проблемы внутри нее никуда не делись, там все так же хреново, и проблемы эти ширятся с каждым днем, как и в самой России. И в российской экономике, в российской политике, и в российской армии. Все это никуда не делось. Да, не надо качаться на этом маятнике, не надо воспринимать, что все либо очень хорошо, либо очень плохо. И большая часть жизненных состояний, в том числе в течение войны, это небольшое отклонение от средних значений, а не какие-то, значит, большие катастрофы или большие успехи, что одинаково, в том смысле, что то, что большая катастрофа для одних, большой успех для других, и наоборот, если мы говорим про войну. И вот здесь яркий пример того, что все продолжается, никуда не делось, и понадобился человек извне, понадобился серп, для того, чтобы осознать, насколько все всрато в российской армии. Но, опять же, чтобы сербы не обижались на российскую армию, не думали, что это исключительно к ним такое отношение, вот история про дрова. Не поверите, дрова у российских летчиков, точнее, их отсутствие. Помните, раньше смс-ками собирали на дрова для бабушек по Первому каналу? Вот теперь, не то чтобы смс-ками, а телеграм-сообщениями, собирают дрова для российских летчиков. Вот пост, который появился на канале Fighter Bomber. Друзья, авиаторам нужна помощь, замерзают нах. Нужны дрова для топки печей на аэродром Миллерово. Объем не уточнили, но я думаю, чем больше, тем лучше. Контакты я и отдам, пишите мне в личку. Если у кого завалялся живой аккумулятор 65-й на газель, было бы здорово закидывать туда же. Уточняю, денег не надо, мне вообще ничего не надо, надо привезти дрова на аэродром, дровами или топливными брикетами, и написал следующее. Я пост удалил, вопрос решен, ребята будут с аккумулятором и с дровами от подписчиков, но теперь еще и с пиздюлями от начальства. Это лучше, чем замерзность, держитесь там, братишки. Ну, то есть, это какая-то фантастика, честно говоря, нет причин не верить этому посту, потому что, как я учил вас читать Z-каналы, все, что Z-каналы пишут про своего врага, про Украину, без фото и видео доказательств, это нужно игнорировать, потому что они просто вдумывают, откуда у них эта информация может взяться. А то, что они пишут про свои войска, особенно про конкретные инциденты, это как раз релевантно, потому что, во-первых, самим этим каналом в обратную связь поступает гораздо больше информации, чем, например, мне. Мне тоже часто пишут российские солдаты, я вас удивлю. Иногда достаточно высокого уровня предоставляя информацию. Я обычно ей публично не делюсь, потому что мне сложно верифицировать, а когда возможно верифицировать, потому что я прошу этих солдат предоставить, что называется, все доказательства, тогда публикация этих материалов или информация, основанная на них, будет нести угрозу для самих этих людей. Однако это пишут мне. А представьте, что пишут Z-каналом, потому что в российской армии довольно мало людей, которые, наверное, смотрят меня и которые разделяют мои ценности и взгляды. Ну, как мои, нормальные, человеческие. Когда ты против того, чтобы одна страна вторгалась на территорию, другой убивала там людей. Мне кажется, это нормальные взгляды, а не мои какие-то специфические. Но в любом случае история заключается в том, что вот этим Z-каналом, конечно, пишут на порядок больше, и на порядок больше информации они получают. Поэтому то, что они публикуют в отношении российской армии, мне кажется, если заслуживает недоверия, то хотя бы интереса. И вот, значит, эта ситуация какая-то поразительная абсолютно. Ну, то есть, если армия не может обеспечить теплом своих пилотов, то это какая-то дикость абсолютная, потому что, ну, авиация – это одно из немногих больших преимуществ России, а пилоты – это одни из самых сложных в обучении войск, родов войск и, ну, воздушные, как они называются, военно-космические силы России. И поэтому такое отношение, конечно, удивляет, мягко скажем. Но будем надеяться, что всех волонтеров скоро пересажают российских, да, там есть к этому тенденции, опять же, надеюсь, расскажу на днях, там такая драма вообще развивается потрясающе. И, собственно, тогда, получается, российские пилоты замерзнут и не будут лететь, бомбить украинские города и украинские войска. Ну, и напоследок, давайте поговорим про диверсионную деятельность. Помните, я говорил, что, значит, нет там россиян, которые, значит, что-то пытаются делать, точнее, не так говорил, я говорил, что их достаточно мало, но те, что есть, действуют довольно ярко, мягко скажем. Значит, в Нижнем Тагиле произошел взрыв на железнодорожных путях. Надо сказать, что Нижний Тагил – это город и его окрестности, где есть довольно много промышленных и военных производств. Вообще, Россия вся усыпана военными производствами, поэтому, что называется, с этим еще впереди будут большие проблемы. Тем не менее, что случилось сейчас? Причиной стала детонация взрывного устройства, которое было закреплено на одной из цистерн. Неподалеку от места взрыва находится нефтебаза. После взрыва район оцепили, и официальные власти пока на тот момент еще не комментировали инцидент. На выезде из Нижнего Тагила многокилометровая пробка в результате была этого. Собственно, менты шмонали всех, кто проезжал, видимо, пытались найти, значит, того, кто это все заложил. Какие подробности известны? Врывное устройство прикрепили к цистерне состава вышедшего с расположенной рядом нефтебазы, пишет Телеграм-канал 112. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает Мэш. На месте находят спецслужбы. Находились, по крайней мере, на вчерашний вечер. Власти пока не комментировали. Первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охранили вагоны с металлом неподалеку. Они смотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство, прикрепленное магнитом к соседней цистерне, пишет 112. О том, что рядом с местом взрыва нашли второе взрывное устройство, также сообщает и база. Вот и видео, я так понимаю, взрывчатки, прикрепленной к цистерне, вот этой второй, которая не разорвалась. Что это такое, кто это сделал, пока неизвестно, нет подробностей, но очевидно, что это довольно сложно сделать из вне Украины, чтобы там, не знаю, с космоса сбросить, нет, конечно. То есть, это какие-то диверсанты, которые продолжают действовать, как, знаете, либо диверсанты, либо партизаны. Диверсанты это, собственно, солдаты, заброшенные в тыл к врагу, а, соответственно, партизаны это местное население, которое сопротивляется оккупации. То есть, это либо диверсанты, либо партизаны, которые провели вот такой успешный взрыв. Опять же, не до конца понятно, был ли замысел в том, чтобы взорвать прям на нефтебазе, чтобы взорвалась сама нефтебаза, или еще что-то, пока не ясно, но наверняка какие-то подробности будут появляться. Но вообще, как бы об этом мало мы говорили в прошлом году, но количество всевозможных диверсий, в том числе на железной дороге, увеличилось. И речь уже не просто про трансформаторы, а про взрывы туннелей, про взрывы составов. Довольно интересная тенденция, безусловно, нарушающая российскую логистику и снижающая возможности российских войск. Ну а аппарат отключения электричества на контролируемой России территории, как собственной, так и оккупированной, продолжается. Оккупированная часть Херсонской области осталась без электричества. По словам оккупационного главы региона Сальдо, причиной стала авария на электросетях. Вследствие аварии на электросетях значительная часть Херсонской области обесточена, могут начаться перебои с мобильной связью, интернетом. В настоящее время специалисты Херсоноблэнерго выясняют масштабы аварийной ситуации, принимают меры и с момента, когда с 1 января где-то по всяким российским городам в Подмосковье и прочее начало отрубаться электричество, тепло и прочее. Люди по этому поводу уже чуть ли не бунтуют. Опять же, отдельно, надеюсь, поговорим в ближайшие дни. Вот Путин обратил на это наконец внимание. Вчера взял на контроль, хотя опять же наконец обратил внимание. Почему президент должен заниматься авариями в котельных? Как вообще аварии в котельных могут существовать? Ну ладно, в Херсонской области, она под оккупацией, там все сложно. Но в Подмосковье это как может существовать больше одного дня? Когда типа губернатор взял на контроль. Вот, собственно, по Подмосковью и по Херсонской области Владимир Путин взял это, типа, под козырек. Посмотрим, что это даст. Тепло это пока не дало, зато дало аресты. То есть уже арестовали какого-то там, по-моему, зам заместителя подольского мэра или еще что-то такое. Ну, короче, я пока не вчитывался, да, там стрелочник какой-то очередной. Ну вот, значит, Россия в своем величии в 2024 году привела к тому, что президент на контроле должен держать аварию в котельной. И масштабы, конечно, поражают. Ну, то есть прям большое количество населенных пунктов уже много дней, не только Подмосковье, остается без электричества, без тепла. Но просто Подмосковье здесь больше всего поражает, потому что как бы это богатый регион рядом со столицей и прочее. Я много раз говорил, что вообще Москва не Россия, и на самом деле вот этот вот кич, который есть в Москве, он вообще никак не сопоставим с российской действительностью, ни по зарплатам, ни по иллюминации, не знаю ни почему. Но, тем не менее, даже когда в Подмосковье это вот прям стало главной проблемой, когда там люди Рождество встречали без тепла, без электричества, это, конечно, поражает. И хочется в очередной раз подчеркнуть, что вот все эти бесконечные миллиарды долларов, которые идут на войну, вот один массированный обстрел, который 2 января был, на него потрачено было плюс-минус больше миллиарда долларов. Это все, вот прикиньте, это все бы было пущено на ремонт, на благоустройство, на то, чтобы помочь вообще жителям России жить как людям, а не выживать. Это их слова с одного из обращений. Но нет, важнее убивать людей в другой стране. И в очередной раз мы видим приоритеты Владимира Путина, приоритеты власти. Отдельно характерно, что он начал реагировать на эти аварии. Очевидно, что это выборы вносят свое лепто, потому что Владимир Путин не любит всем этим заниматься. Он любит рассказывать про геополитику, многополярный мир, вот эту вот всю хренату, которую он в своей больной голове выдумал и ради которой убивает людей практически каждый день. Да какой практически? Каждый день и убивает.